Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хочу поговорить с вами о том, как найти себя, как найти дело в своей жизни, понять, что тебе нравится, и даже после того, как ты нашел, продолжить делать шаги навстречу своей мечте. Я думаю, что единственный работающий способ найти себя, если ты на данном этапе не знаешь, чем ты хочешь заниматься, это пробовать. Пробовать максимально разное количество занятий, составить себе список и прямо идти по этому списку, вычеркивая то, что вы уже попробовали. Потому что, если ты не знаешь, что вообще существует на свете, и никогда этого не пробовал, ты просто не сможешь понять, нравится оно тебе или нет. Как понять, что ты любишь пиццу, если ты ни разу ее не пробовал. То же самое и в любом деле в нашей жизни. Нам нужно попробовать на практике для того, чтобы сделать какие-то определенные выводы и понять, хотим ли мы этим заниматься. Этот же совет действует даже в том случае, если вам кажется, что вы знаете, чем хотите заниматься, но ни разу не пробовали. Здесь есть важная штука. Наш мозг рисует нам периодически картинки и ожидания, которые не совпадают с реальностью. Допустим, вы живете и грезите мечтой, что вы хотите стать книжным иллюстратором. Но в процессе может произойти такое, что когда вы садитесь и начинаете реально рисовать книжку, вы понимаете, что это вообще не ваша история, что вы по-другому представляли себе процесс, что вы по-другому представляли себе жизнь книжного иллюстратора, и ожидания и реальность не совпадают. Поэтому даже если вы думаете, что вы с точной уверенностью, со стопроцентной гарантией знаете, кем вы хотите быть, но еще ни разу не пробовали этого сделать, я вам рекомендую начать с простейшей практики. Потому что, например, исходя из той области, которой я занимаюсь, я иллюстратор, и я точно могу сказать, что рисовать для себя, когда тебе просто нравится процесс и работать с заказчиками, это небо и земля. Человек, который обожает рисовать и которому кажется, что это дело всей его жизни, начав работу иллюстратора, может разочароваться и вообще понять, что это не его история, потому что правки, коммуникации, выполнение заданий не потому, что тебе нравится, а потому что хочет клиент. Это большая область, которая несколько отличается от того, чтобы просто рисовать себе в удовольствие. Поэтому обязательно пробуйте. Лайфхак от меня. Как сделать так, чтобы максимально почувствовать вот эту вот практику. Если у вас нет возможности, например, прямо сейчас удариться в стажировку или вы не можете найти себе первый заказ и так далее, попробуйте поискать мастер-классы и тех людей, которые вам нравятся в этой конкретной области. Попробуйте позадавать им вопросы и посмотрите на их примере, что они делают. Очень многие специалисты предлагают мастер-классы в своих областях и это классный способ прочувствовать, попробовать на практике именно то, о чем вы мечтаете. Следующим шагом после того, как вы нашли что-то, чем вы хотите заниматься, я бы рекомендовала сфокусироваться. Я всегда говорю, что невозможно быть врачом от всех болезней, но вполне себе можно стать лучшим офтальмологом у себя в городе. Вот чтобы достичь вот этого высокого результата в своей области, вам нужно сфокусироваться на чем-то одном. На старте, да, тут важная поправка, что потом в дальнейшем вы можете свои области расширять, вы можете пробовать разные штуки, включать туда какие-то дополнительные компетенции, пойти в другую сторону, посмотреть, что там, что справа, что слева. Это все возможно, но на старте, когда вы только начинаете, я рекомендую вам сфокусироваться на задачи и не распыляться, чтобы у вас в голове не было каши, и вы уже понимали, на чем сейчас вам нужно сконцентрировано работать. Никогда, никогда не сдавайтесь раньше времени. На старте ни у кого никогда не получается вау. Ну, возможно, за редкими исключениями. Не нужно ждать того, что как только вы начали, у вас сразу будут высокие результаты. Вы учитесь, это процесс, вы будете ошибаться, у вас будет не получаться, вы будете искать новую информацию, повышать свои скиллы, это нормально. Самое главное тут не сдаваться. Самое главное поступательно выполнять определенные действия, которые будут приближать вас к своей мечте. Ни в коем случае не опускайте руки из-за того, что у вас на третий день ваших проб чего-то не получается. Не нужно думать, что у вас недостаточно талантов, или вы не рождены для того, чтобы быть певцами, актерами, иллюстраторами, врачами. Нет, дело не в этом. Просто вам нужно время и практика. Еще очень важный момент, который я прочувствовала на своем опыте лично, это не сравнивать себя на старте сразу с какими-то успешными ребятами. Если вы начали рисовать, не нужно сравнивать себя с Пикассо и с Ван Гогом. Когда вы только взяли карандаш. Самая классная стратегия это сравнивать себя с самим собой через какой-то промежуток времени. Например, вы начали рисовать, вы завели себе скетчбук, вы рисуете, у вас сначала как-то не очень получается, но если вы не забрасываете эту практику и рисуете каждый день, то посмотрите через месяц на ваши первые рисунки. Сравните себя с собой. Это поможет вам увидеть прогресс, а не просто заниматься прокрастинацией, смотря на работу других и думая, что у вас так точно никогда не получится. Сравнивайте себя с собой. Это очень классный лайфхак, очень классный прием и упражнение, которое будет держать вас все время в тонусе и мотивировать вашими же личными достижениями. Еще очень важный прием, как мне кажется, это примерять на себя не результат, который вы получите, если достигнете свою цель, а примерять на себя именно ежедневную рутину. Нравится ли вам делать ежедневно вот эти задачи, которые необходимо сделать для достижения своих целей? Потому что наша жизнь это сегодня, мы живем в моменте, мы живем не будущим и желательно, конечно, не прошлым. Мы живем сегодня. Поэтому нужно понять, насколько вам близко и насколько вам приносит удовольствие выполнение рутины ежедневных задач, связанных именно с той деятельностью, которой вы будете заниматься. Так вы поймете, ваше это или не ваше, потому что иногда мы сами себя обманываем, когда мы представляем себе, что вот мы уже стали известными, знаменитыми и богатыми. Нас всех это очень картинка радует, но для того, чтобы прийти к этой цели, нам придется еще много работать. И если вот в этом моменте процесса мы не будем счастливы, и нам не будет это приносить удовольствие и радости, то вот эта верхняя точка, ну, ее будет очень сложно достигнуть, скажем так. Поэтому важно любить процесс, а не только результат, который вы себе представляете. Еще, мне кажется, важный момент, который многие из нас выпускают, это то, что необходимо будет все-таки попотеть. что задача, какую бы задачу вы себе не поставили, она требует работы. Нет волшебного щелчка, нет волшебной палочки. И вот само вот это осознание, что нужно будет работать, в любом случае его нужно принять. Вот иногда такое бывает, что мы хотим уйти с наемной работы, потому что нам надоело каждый день ходить в офис, нам надоело каждый день выполнять какие-то задачи, мы хотим работать, когда мы хотим, мы хотим делать, что мы хотим, мы хотим пить коктейли на Бали и, там, не знаю, рисовать по 30 минут в день. Но эти картинки, они не совсем соответствуют действительности, потому что даже если вы меняете область кардинально, и даже если вы уходите, например, с наемной работы на свои личные проекты, вам все равно придется работать. То есть сама суть работы, она не изменится, изменится только процесс и конкретные действия, которые вы будете выполнять. А кроме того, порой иногда работать на себя в разы сложнее, чем работать на наемной работе, когда у тебя есть конкретные задачи, когда у тебя есть классный офис, кофеечек, выходные, когда ты можешь вообще не думать ни о чем, забыть о работе и пойти отдыхать. Поэтому тут очень важно принять все-таки осознание того, что работать, ну, в любом случае придется, и не оправдывать себя какими-то некорректными ожиданиями. Супер-супер-супер вещь, которую я хочу сказать, заключается в том, что выигрывает никакой не талант, а ваше усердие и готовность работать каждый день. Я не верю в таланты, но, возможно, у кого-то больше склонностей в какой-то области, да? Кому-то проще рисовать, кому-то проще петь, кому-то легче дается математика, это бесспорно. Но если взять двух людей, у одного из которых есть некий талант, навыки, и взять второго человека, у которого этих качеств нет, но который усердный, усидчивый, который каждый день садится, по расписанию работает, не сдается и выполняет конкретные дела, я уверена, что победит вот этот второй. Ну, в идеале, конечно, когда у тебя есть там и склонности, и усидчивость, и это вообще комбо просто супер выигрышное, но если каких-то навыков старта, каких-то знаний необходимых, склонностей нет, это вовсе не значит, что у вас по какой-то причине может не получиться, и вы уступаете тем людям, которые с детства ходят в художественные школы и заканчивали высшие заведения по разряду, там, не знаю, иллюстраций. Нет, это совершенно не так, просто примите это как факт, который, я надеюсь, упростит вам всю жизнь и сделает весь процесс, над которым вы будете работать проще. Усердие побеждает у таланта. После того, как вы уже поняли, чем вы хотите заниматься, уже прочувствовали рутину, и все решили, что да, это оно, это мое, очень важная штука, которая называется планирование. Обязательно записывайте ваши задачи, обязательно составляйте для себя расписание, вычеркивайте, ставьте галочки, ставьте цели долгосрочные, краткосрочные, расписывайте их на маленькие шаги. Вообще, все, что записано, в ежедневники, в блокноты, в ваши мобильные телефоны, в любые планеры электронные, все, что записано, выполняется в разы легче, чем все, что хранится у нас в голове, просто потому, что наш мозг не может так много информации в себе хранить, а наша жизнь, она очень активная, и если мы не записали что-то, мы, скорее всего, это забудем, если мы это забудем, это превратится в снежный ком, мы пропустим раз, пропустим два, потом вообще однажды проснемся без настроения, и не поймем, а чем это мы тут занимаемся, и что это я вообще хотела, я все забыла, давай все передумывать. В общем, это превращается в какой-то бесконечный снежный ком, который однажды превращается в выгорание, плохое настроение, разочарование, и вот это вот все. Если вы запишите все, что вы хотите на бумагу, если вы спланируете все, что вам необходимо делать, единственное, что вам нужно будет сделать, это открыть ваш ежедневник и следовать строгому плану, который вы для себя расписали. Я на себе знаю, что это беспроигрышная механика, и если только мне дать себе слабину и полениться не записать что-то, что мне нужно сделать, не записать свои идеи, я просто уже сто раз наступала на эти грабли. Все это забывается, и все это не делается. Я не знаю, как держать всю эту информацию в голове и как контролировать себя, если ты не пользуешься такими элементарными инструментами, как просто планирование и записывание всех своих мыслей на бумагу. Так что, пожалуйста, пробуйте. Это классный инструмент, который у меня всегда работает, и я прям его советую, ну прям вот, ну прям сильно советую, ребят. Еще мне кажется, что невероятно важно задавать себе вопросы на любом шаге нашей жизни, при любом процессе, который мы делаем, разговаривать с собой. Нам задают так много вопросов в этой жизни, мы задаем так много вопросов другим людям, но очень редко задаем их себе. О каких вопросах я говорю? Например, а счастлив ли я сейчас? А счастлив ли я вот в этом моменте? А счастлив ли я думать о том, что меня ждет? А счастлив ли я, получив какой-то вот этот конкретный результат? А что я чувствую? А мне это действительно нравится? Или это какие-то мысли, навязанные мне кем-то, и я просто боюсь, позволю себе чего-то другое? Это некий блок психотерапии, и я не хочу сейчас в него углубляться, но я просто хочу сказать, что когда вы начинаете анализировать все то, что вы делаете, когда вы начинаете слушать себя и задавать себе вопросы, вы как будто становитесь себе лучшим другом, и вам становится проще идти по жизни, проще выполнять какие-то задачи, и проще следовать вот этим всем пунктам, о которых мы проговорили выше. Слушать себя, анализировать свои чувства, задавать себе вопросы, и давать себе честные ответы, это та часть нашей жизни, которая всегда должна быть с нами, потому что мы сами себе главные друзья, советчики и психотерапевты. Периодически спрашивать себя, а чего я хочу? А хочу ли я вот сейчас того же, чего я хотела месяц назад? Быть гибким и доверять своим желаниям. Знаете, иногда многие из нас открывают книгу, доходят до середины, понимают, что она неинтересная, но не могут позволить себе ее закрыть. Ну, потому что я же ее уже открыл, я же уже начал. Как-то это будет характеризовать меня как человека, который не доводит какие-то дела до конца. А по факту мы тратим просто время, наш самый ценный ресурс, на то, что нам неинтересно, и то, что нам не нужно. Поэтому качество сильного человека это закрыть книгу, это закрыть книгу на том моменте, когда она становится тебе неинтересной, и не мучить себя, а просто найти другую книгу. То же самое здесь. Если вы искали себя, вы нашли какое-то дело, которым хотите заниматься, но в процессе вдруг вы начали понимать, что что-то пошло не так, что-то вам не нравится, и у вас появляются другие цели, а вот этой целью заниматься не хочется, нет ничего страшного в том, чтобы свою цель поменять. Вообще наша жизнь это бесконечный поиск. Наша жизнь это путешествие, в котором мы можем ездить в разные страны, в котором мы можем пробовать разные профессии и учиться абсолютно разным вещам. Тем более в то время, когда информация настолько доступна, что каждый из нас может научиться всему чему угодно, я в этом абсолютно уверена. Поэтому если вдруг вы поняли в процессе, что это не совсем то, что вам нужно, мне кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы закрыть эту историю и не винить себя за то, что вы захотели чего-то другого. Это нормальная человеческая природа. А еще вопрос, который всегда мне помогает и который я стараюсь задавать своим друзьям, знакомым и людям, которые сомневаются в том, что они чего-то хотят. Вот представьте себе, что сейчас у вас есть все, что вы обладаете неограниченным количеством ресурсов, что у вас есть все деньги мира, что вы можете купить все, что угодно, и вам не нужно никогда работать. То есть, совершать какую-то деятельность для того, чтобы получать некую зарплату и осуществлять свои желания, вам больше не нужно. Вы просто можете протянуть руку и взять все, что вы хотите. Как в таком случае вы проведете свой день? Вы проснетесь. Чем вы будете заниматься? Будете ли вы делать то, что поставили себе в задаче? Интересно ли вам это? Какова будет ваша ежедневная рутина? Каково будет ваше основное занятие? И этот вопрос, он помогает по-другому взглянуть на вещи и на нашу жизнь и на наши задачи. Я вам рекомендую задать его себе, подумать над ним и поделиться в комментариях результатами. Действительно ли вы хотели бы в таком случае заниматься тем, чем, как вам кажется, хотите заниматься сейчас? Делитесь в комментариях, пишите, давайте обсуждать. Всем пока! Спасибо за то, что провели это время со мной. Надеюсь, что это видео было вам полезным. Пока-пока! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok